Ох, конечно, на диване тепло, костерчик тут потрескивает, ой, хорошо, но, ребята, нам нужно развиваться. Всем привет, дорогие друзья, с вами Флори, и сегодня мы будем играть в игру под названием Майнкрафт на Терри Майнкубас на Анархии. Поехали! Так, кейс Анархии, донат кейс, ну давайте откроем кейс Анархии. Так, у меня есть 1178 доляров, мы играли с подписчиками на стриме, я немножечко заработал, если вы хотите играть вместе со мной, то опись в описании, я буду тебя ждать. Давайте откроем кейс новичка. И мне выпал железный топор, мне сейчас стоят 600 монет, так что давайте откроем еще один кейс новичка. Отлично, жареная баранина, супер, телепорты, скупщик, наборы, кланы, аукцион, титулы, рандомная телепортация, донатики, работы и магазин. Все это вы найдете на сервере Майнкубас, айпи, если что, ребята, будет в описании. Рэм Кикавич уже играет на этом проекте, да, дружище? Также, ребята, у меня есть свой клан, если вы хотите вступить и играть вместе со мной, то заходите на стрим, и я вас обязательно приму в клан. Так, у нас здесь есть работы, шахта, лесопилка, ваши активы, у меня 178 монеток и 4 коина, так, убийство мирных жителей, ага, скупщик и аукционист. Так, зашли мы на скупщик, а здесь мы можем продавать свои ресурсы, а также выставлять их на аукцион, но мне это все не надо. Вот что нужно человеку, который играет на анархии? Скорее всего, какая-то начальная база. Ну, давайте этим и займемся. На РТП. Так, телепортировал вас куда-то в какую-то точку, ой, на меня уже нападает паук, ой-ой, аккуратно, дружище, ты что, получай, бам. Не-не-не-не-не, все, скелет, я понял, немножечко быканул, все, быковать больше не буду. Блин, было бы круто на самом деле добыть немножко железа, потому что, как вы видите, брони вообще у меня нету, я прям решил начать по хардкору, но если вы зайдете, то у вас будут начальные ресурсики. Добываем немножечко деревом, делаем из них досочки, верстак и немножко палок. Так, ставим верстак, чтобы по нам скелет не попадал, и сделаем кирку. Сейчас у нас скелет этот отгребет, бам, и сейчас зомби еще отгребет, капец, не успел зайти, как на меня уже нападают какие-то мобы. Немножечко добываем камушка, буквально, чтобы сделать себе уже каменную кирку. Делаем себе каменную кирку, деревянное мне не понадобится, зомби можешь подбирать. Добудем немножко железа, серьезно, одна штучка, и немножко угля. Зомби, получив жбан. Еще немножко угля. Отлично, забираем верстачок и идем дальше путешествовать. Предлагаю снова нажать на рандомную телепортацию. Ага, она будет через 7 секунд. Так как это анархия, я не удивлюсь, если найду какой-нибудь заброшенный домик, и там будут хотя бы какие-никакие ресурсы. Но сервер недавно открылся, так что если ты хочешь стать топпером, то обязательно заходи и прокачивай себя. Так как здесь есть режима навыков, вы здесь можете улучшать свои навыки, например, фермер, лесоруб, лучник, алхимия и так далее. Допустим, нам нужно просто добывать дуб, и мы будем прокачивать себе навык лесоруб. Или же просто сражаться с мобами и холодным оружием, чтобы заработать немножко опыта. И оставшаяся система точно такая же. Овечка, получай, спасибо. Еще немножко железа. И еще немножко железа. Так, и вы мне предлагаете спуститься в какой-то маленький каньончик. Ну давайте. Железо мне не помешает. Так, мне бы стоило сделать, наверное, немножечко факелов, потому что как-то темно здесь. О, вот это другое дело. Так, спускаемся все глубже и глубже. Я вижу железо, еще немножко железа. И все, это вся шахта. Предлагаю на РТП. Сразу же вижу какой-то портал, но он активированный. Ладно, давайте тогда сбегаем по-быстрому. Так, здравствуйте. И что же здесь у нас? Сундук пустой, к сожалению. Ну, в портал, мне кажется, смысла нет идти. Заберу отсюда только магмовый блок, мало ли он мне понадобится. РТП. Так. Убиваем коровку и получаем опыт. У меня уже боец, кстати, 4. Так, зомби горит, получай. И мы с него получаем немножечко опыта. Какао-бабы давайте тоже немножко добудем. И вот так, посмотрите, что я нашел. Вау, это же самая настоящая заброшенная лодка. Так, что здесь у нас есть? Здесь есть верстачок, но у меня верстак есть, так что он мне не понадобится. Возможно, здесь будет сундучок. О, даже двойной сундучок и... Что? То есть, вы хотите сказать? Я только что, не знаю, телепортировался, может, на 8-7 РТП. И нашел такие крутые ресурсы. Вау. Офигеть, сколько много псидиана. Теперь я же смогу сделать себе просто самую офигительную базу. И меня вряд ли кто-то загриферит. Так, алмазные ресурсы. Конечно же, их надеваем и получаем водное дыхание. Офигеть. И ночное зрение. Блин, ну это круто. Также алмазный меч. Кирка. И лопата. Вау. Так, давайте весь свой мусор ненужный мы повыбрасываем. И заберем эти все крутые ресурсы. Так, железо, песок, душ, 3 черепа визор скелета, 7 алмазиков, магическое деревце. Что? Огненное стержни. И, конечно же, много обсидиана. Немножко тотемчиков. Защитный блок на 24, 16, 24. Это, скорее всего, для привата. Порох, стрелы. Лук. Нет, лук, думаю. Ладно, заберем на всякий случай. Немножечко ниток. Так, давайте выбросим уголь. Куря. Ладно, уголь мы заберем. Вы что? Это же уголь, да? Еда нам тоже не понадобится. Даже давайте я сейчас чичас покушаю. Так, блин, 49 железа. Конечно, не хочется расставаться. Так, во-первых, давайте выбросим, думаю, факела. Поставим тотемчик. Заберем отсюда 49 слитка. И все. Вроде отсюда я забрал. Паучий глаз бы еще забрать. Ладно, вместо уголя я пожертвую уголем. И заберу паучий глаз. Блин, это здорово. А сейчас мне просто-напросто... А сейчас мне просто-напросто нужно найти точку, где я смогу сделать себе базу. Но, как вы знаете, это же анархия. Здесь тебя могут загриферить просто за 3 секунды. А так как я еще и снимаю, возможно, меня еще не найдут по координатам. Но это не точно. О, панда, привет. Она еще и больная. Блин, панда, мне очень тебя жаль. Я, кстати, не знаю, вроде бы эта панда, она редкая. Ребят, напишите в комментариях. Точно я не знаю. Плывем, плывем по морю. Так, если у меня есть подводное дыхание и ночное зрение, то этим же можно воспользоваться сделать базу просто под землей. Вот только спрашивается, где начать копать, чтобы тебя точно не нашли. Более-менее нашел себе место, где я смогу, в принципе, сделать себе свою базу. Так что просто давайте копаться вниз до самого бедрока. Так, я упал в водичку. И что, алмаз? Серьезно, вау. Так как у нас, ребята, подводное дыхание, то есть я буду вообще бессмертен, и мне пофиг на это. И я просто аккуратненько добуду алмазики, которые здесь находятся. Так, 9 алмазов у нас уже есть. У меня уже были просто 7. Так, ага. Где бы еще нам найти таких крутых алмазиков? Так, здесь лазурит, кстати. Это тоже довольно хорошо. А что, если нам, ребята, поселиться где-нибудь здесь? Ребята, мне кажется, это довольно хорошее место для базы. Здесь довольно большое количество ресурсов. Но вода. Это один из минусов. Но можно будет потом на шопе купить, попробовать губку. И это все дело осушить. Прописываем сет хома. И, в принципе, можем идти сейчас на варп-шоп. Так, телепортируемся на варп-шоп. И попробуем вообще купить губку. Получит у нас это дело или нет. Так, саженцы, это нам не надо. Скупщик, контрабандист, прокачка снаряжения, аукционист. Так, а мне нужны блоки. Так, да, ребята, здесь есть у нас губка. Ваш баланс 130. Ага, это скупщик. А мне нужно, чтобы купить что-то. Так, контрабандист. Ага, это не то. А купить можно? Мы, кстати, можем продать изумруд и получить довольно хорошие, в принципе, денюжки. Так что, думаю, давайте это все дело продадим. Не думаю, что они мне здесь понадобятся. Надеюсь, это было не зря. И, как оказалось, здесь нету... И, как оказалось, здесь нету человека, который продает ресурсы. Эх, это печально. Но мы не расстраиваемся, а телепротивимся просто на варп-кейс, чтобы открыть пару кейсиков. Думаю, почему бы нет. Так, какие же у нас здесь есть, в принципе, кейсики. Кейс опыта с дропом мобов. Еды. Опытного. Он стоит 3000. Кейс рейдера. Ну, давайте возьмем, наверное, кейс за 3000. Опытного. Не знаю. Возможно, у меня сейчас дропнется что-то интересное. Только не дентишка. Что? Мне выпали золотые ботинки. Боже. Ну, хотя они мне понадобятся, но серьезно. И давайте еще откроем кейс рейдера. Кстати, кстати, здесь довольно крутые ресурсы. Давайте что-нибудь интересное. Поршни. Отлично. Поршни нам, кстати, понадобятся для того, чтобы в следующих сериях просто гриферить людей. Это же анархия, камон. К сожалению, не нашли мы гупок. Но ничего страшного. Не расстраиваемся. Давайте аккуратненько как-нибудь. Кстати, здесь есть магма. Серьезно. Вау, это тоже прикольно. О, еще немножко алмазиков. Они нам пригодятся. Вау. Шахтер уровень повышен. Отлично. Четвертый уровень. Мне кажется, я нашел идеальное место для того, чтобы сделать, в принципе, свою базу. Давайте это дело теперь просто-напросто заставлять обсидианам. Так как я буду жить под водой, мне кажется, им будет намного тяжелее меня загриферить. Хотя вот я уже немножечко потихоньку убираю эту воду. Но, блин, мне кажется, жить под водой, наоборот, это как-то кайфово, что ли. Мне кажется, меньше шанс того, что нас просто-напросто загриферят. Но... Все равно, как говорится, лучше обезопаситься. И я только сейчас понял то, что у меня нету досок. Это не проблема, потому что у нас есть РТП. Так, получается, сейчас сделаем себе верстачок аккуратно. Так-так-так, отлично. Давайте верстак поставим куда-нибудь вот сюда. Далее просто... О, смотрите, я вылез, теперь я рыбка какая-то. Так, далее это все дело переделаем в березовые доски. И крафтим себе сундучки. Раз, два. И теперь в этот сундук мы просто все свои ресурсы выложим. Возьмем только немножко еды, наверное. Возьмем обсидиана, потому что мы сейчас будем делать нашу базу. И, скорее всего, да, я осушу немножко от местности, потому что жить, конечно, под водой прикольно, но это не настолько круто, как оказалось. Уж очень долго добываются здесь ресурсы. Так, это, конечно, все прекрасно. Я тут делаю себе базу, но вот у меня кирка скоро сломается. Так что давайте возьмем немножко железа. Сделаем себе буквально три блока железа. Там вроде бы три надо для того, чтобы сделать наковальню. Вроде бы как, если мне не изменяет память. И да, наковальня у нас готова. Давайте я поставим куда-нибудь сюда, возьмем немножко алмазов, кирка. Примерно сколько? Ну, два алмазика. Ладно, давайте три. Ладно, четыре алмаза я потрачусь для того, чтобы восстановить свою кирку. Алмаз, мне кажется, это того стоило. Так, основной я все просто-напросто выложу. Вот я немножко не знаю, стоит ли мне экономить на обсидиане или, в принципе, все равно. Но обсидиана, как видите, у меня его много. Так что... Не знаю, не знаю. Ребят, кто шарит в анархии, пожалуйста, напишите в комментариях, стоит ли мне экономить на обсидиане. Или же просто здесь просто-напросто все застроить. И мне фиг, кто сможет загриферить. Кстати, 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 чуть не забыл. У меня же есть защитный блок на 24. Так что... И ставим ее примерно куда-нибудь... Ну, давайте вот сюда. Все, эта область защищена. Теперь, если мы пропишем RG, инфа, я не знаю, сработает это или нет. Ага, у меня доступа, значит, нужно с помощью палочки, либо кожи. Но кожи у меня сейчас нету. Но, вроде бы, с помощью палки можно тоже работать, смотреть. И... Блин, все-таки понадобится кожа. Ну, ладно. Так, ну... Вот такая у нас колобуда получилась. Давайте еще здесь немножко поставим обсидиана. И, слушайте, мне даже очень это нравится. Надеюсь, такая минимальная защита. Но она хотя бы... Хоть как-то поспособствует тому, что у нас не загриферит в первый же день. Также у нас есть какое-то магическое дерево. Интересно, я могу его поставить куда-нибудь вот сюда? Ага, значит, все-таки понадобится какая-то земля. Но у меня ее с собой нету. Так, во-первых, давайте пропишем Delhome. И пропишем Sethome. Так, ага, точки дома. А, нужно Delhome, Home. И потом поставить Sethome. Отлично. Это чтобы далеко не телепортироваться. Так, здравствуйте. Давайте попробуем добыть немножечко земель, когда нам понадобится. Ну, вообще чуть-чуть, капельку буквально. Вот, ну, 46. Отлично, как раз нам понадобится. Телепортируемся на Home. Так, давайте посадим куда-нибудь вот здесь вот. Раз, два, три. Так, осталось ждать 44 минуты. Но точно не знаю, скорее всего, блин. А я могу сломать, да? Ничего же не случится. Все, отлично. Это магическое дерево. Только я сделаю отдельную комнату. Потому что, мне кажется, для такого дерева нужна отдельная комната. Довольно побольше. Так что, давайте я сейчас аккуратненько выкопаю. Я добыл песок. И с него дропнулась какая-то палка. Ой, песок, хотел сказать. Земельку я добыл. И дропаются какие-то палочки. Вау, офигеть. Так, ну выкопал я тут небольшое место для того, чтобы посадить данное дерево. Не знаю, что из него вырастет. Это вообще хватит места. Но надеюсь, что оно вырастет. Кстати, не знаю, а что если взять и хостной мукой это все дело прокачать? Ради интереса это сработает или нет? Если не сработает, то, блин, это, конечно, печально. Значит, сработает-то будет имба. Но, к сожалению, это не работает. Так что придется ждать 44 минуты. Так, снова я на варп-кейсе. И давайте откроем кейс бомжа. Уж очень мне понравилось открывать здесь кейсики. Стоит всего лишь 30 штучек. И мы получаем шлем койф. Серьезно, фу. Нет, так дело не пойдет. Давайте откроем кейс. Допустим, не, новичка как-то скучно. О, давайте кейс еды откроем. Почему бы нет? Как раз у меня еды нет. Сейчас было бы неплохо словить 32 штучки. Только не яблочки. Мед. Бутылочка меда. Ладно. Ребята, мне кажется, кейс бомжа может нас окупить. Хотя бы дать, не знаю, там, вот картошку. Или что? Оно подлагал. А, а, во, морковка. Топ, 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 топ. Еще раз давайте. Давайте, 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 давайте. Кейс бомжа. И только ботинки. Ага. Ну, так, кстати, уже лучше ботинки, чем у меня золотые. Супер. Так, 10 боевой пропуск. Боевой пропуск первого сезона. Игрок получает боевой пропуск. Татистика. Квесты боевого пропуска. Неделя первая разблокирована. Так, убийца. Убить 250 скелетов. Это добыть 450 дубовых бревен. Убийца и фритов. Здесь можно, короче, выполнять БП и с этого получать годноту. Это очень даже здорово. Также здесь есть лидеры по смертям, лидеры по убийству игроков, лидеры по деньгам. Офигеть. Ну, блин. Кстати, у меня было сколько? 5000. Я мог попасть в лидеры. Но пока что какой-то Карен Кинг имеет 23000. Блин. Я мог его обогнать. Так что, ребята, нам нужно придумать какую-то ферму. Просто для того, чтобы фармить бабки. Вау. О, рандомная телепортация так красиво выглядит. Поехали. Так, спереди я вижу еще один какой-то портальчик. Блин, а что бы ты себе в него войти? Мало ли какой-нибудь персонаж взял и сделал в этом портале себе дом? Так, ну здесь есть верстачок. Но, к сожалению, здесь дома нету. Плыли мы по морю. Ветер ватч, штурвал. Капитан Зо... Какой шанс того вообще, чтобы словить этого попугая? Нет, типа, ладно, словить там можно. Но как его приручить? Вот сколько он жрет этих семян? Жри, эээ. Все, он не хочет жрать семена? Ты прикинь. А, все? Все, теперь это... А, серьезно? Теперь это мой попугай? Офигеть. Попугай Кеша. Ну что ж, попугай Кеша. Не знаю, куда мы пойдем. А, ну я надеюсь, ты телепортируется будешь, да? Ты же хороший попугай. Телепортируйся. Давай, бро. Бро, телепорти. Тери. О, все, телепортировался. Отлично. А вот и кожа, которая нам понадобится для того, чтобы проверять регион. Отлично. Кстати, я еще из этого получаю деньги. Так, я нашел какие-то сундучки. Вау, почему их здесь так много? Это, скорее всего, чьи-то нычки или что? Двадцать и гнилой плоти. Ну давайте заберем. Почему бы нет? Типа, гнилой плоти лишней не бывает. Блин. Жалко, что это, конечно, тайнички какие-то. Но... Какие-то слабые. Слабые, да. Нежели у нас в начале самом. Мы добыли себе, можно сказать, топку. Так, я нашел деревню. Ой. Так, я вижу на горизонте заброшенный корабль. Так, я надеюсь, это будет такой же корабль, как и в начале. Потому что, ну, почему бы и нет. Так, и что это? Песок душ или... А, это базаль, наверное, какой-то, да? Да, это нам не понадобится, к сожалению. Но, вот эта вот темка мне понадобится. Потому что тут могут быть, кстати, довольно крутые ресурсы. Такие, как алмазики. Так, и мох. Неплохо, кстати. Загадочная рагу. Ну давайте соберем. Даже я сейчас его, наверное, покушаю. Морковка, пшеница и бамбук. Хорошо, спасибо. Я буду курить бамбук, но... Хотелось бы алмазиков. Давайте ради эксперимента покушаем загадочного рагу. И я получил... Что я получил? Прыгущий, серьезно, на 5 секунд. Так, что будет, если сломать улей? Ага, ничего, серьезно? А где мой мед? Я не понял. Так, ребята, я кинул телепорт какому-то дриму. Не знаю, что из этого получится. Надеюсь, что он меня не скинет. О, офигеть, у него кирка какая. Вау, дрим 112. Вау. Откуда такая кирка? А ну-ка, ради интереса просто спросим, откуда у него такая кирка. Потому что у меня кирка, конечно, алмазная, опыт, но... Интересно. С кейса с инструментами. Вау. Да, я заскриню ее. Ради интереса. Он даст или нет? Смотрите. Он что-то заподозрил. Он что-то заподозрил. Пытаемся заскамить человечка на кирку. Но он, походу, что-то заподозрил. Э, э, эу. Эу. Дрим. Дай... Кирку... Заскринить. Две секунды. Э, ты серьезно? Ну, да. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Думаешь, я поверю? Почему бы и нет? Ты просто себе заберешь. Нет! Я не такой. Я не такой. Вау. Он сбрасывает блоки. Так. Ага. Ха-ха-ха. Я не такой. Дрим. Дай мне, пожалуйста, кирку. Кирка с инструментами. Почему бы тебе со мной не поделиться? Бро. 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 Он ушел. Так. Сколько стоит кейс с инструментами? 888 долларов. Ага. Ну, ребят, у меня есть одна идея. Так. У странника продается кирка странника. Данная кирка вам поможет добыть спавнера. Только с помощью данной кирки можно... О, 50 тысяч. Не-не-не. До свидания. Так. Скупщик еда. И мы можем продать 20 долларов бутылочки меда. Так что давайте мы это сделаем. У нас уже 482 монетки. Также я могу продать, наверное, гнилую плоть. Так что давайте ее продадим. Так. Гнилая плоть. 2 доллара. Продаем. Уже 526. Также давайте продадим морковку. Но, к сожалению, здесь ее продавать нельзя. Но можно продавать, кстати, с Сажа. Не с Саженцы. А я сейчас вам скажу. Сейчас вам скажу. Семна пшеницы за 1,5 доллара тоже продадим. Ладно, пошлите, ребята, на хомы. Так. Возьмем алмазиков. Думаю. И железо. Один стак. Давайте стаки 18. Да. Возьмем железка. Кстати, огненный стержень. Не знаю, сколько он стоит. Давайте возьмем 16 штучек. И пойдем на варп. На варп, получается, шоп. Да. Получается варп-шоп. Тут мы продаем руды. То есть за 15 долларов. Хорошо. Продаем все. 1700. У нас 9 алмазиков. Тоже их продаем. И получаем уже 3500. Надеемся, что мы окупимся и не уйдем в минус. Так. И у нас еще есть немножечко огненных стержней. Так. Скупщик. Скупщик. Дроп. Огненный стержень. За 10 долларов. Это получается всего лишь 160 долларов я получу. Ну, ладно. 3700 на балансе у нас. Погнали быстренько в варп-кейс. И, надеюсь, нам дропнется тоже эта кирка. Так. Вуки с инструментами. Поехали. Пожалуйста. Хорошая кирочка. Ай. Что это такое? Эффективность 3 и удача. Так, ребята. Я верю. Я все-таки верю, что еще раз может нам дропнуться. Так. Алмазная. Хотя бы алмазная. Стой. Снова. Снова топор. Так уже похуже. Так. Бог любит троицу. Еще на 2 кейсика нам хватает. Так. Пожалуйста. Пожалуйста. Ой. Топор. Незеритовый. Проклятие утра. Ты серьезно? Го. Это же очень плохой топор. Давайте в последний раз попробуем. Мало ли нам все-таки еще раз повезет. Стой. 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 Нет. Лопата. Мне что-то не везет с этими кейсами. Так. Давайте снова попробуем телепортироваться к Дриму. Мало ли он пошел домой. И попробуем его, ребята, загриферить. Убить его. Но мне кажется, он не примет телепортацию. Потому что он понял то, что я хочу его загриферить. Так. Вроде бы он принимает АП. Аккуратненько. Так. 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 И мы находимся на спавне. Опа. Дорого, бро. Дорого. 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 Ну. Ну. Так. Так. Что? Даш. Заскринить. Ага. Квест выполнил общительный... О, вау. Спасибо. Вы получили... А, вы выполнили ежедневный квест? Офигеть. Спасибо большое. Квестики это, конечно же, круто. Мы можем написать БП, кстати. БП, квестики. И посмотреть общение. Да? Где-то здесь было общение. Зачем? Надо. На две секунды. На две секунды. Так. Блин. Интересно. Даст он все-таки эту кирку или нет? Но, мне кажется, нет. Вот. И два... Может, как-то его заскамить? Тебе назовет эта кирка навсегда надо. Давай. Да... Давай. Я тебе... Топор. Топор. На две секунды. А ты мне кирку. На две секунды. Блин, я так пишу, как будто реально какой-то школьник. Не знаю, двенадцатилетний. Сейчас я ему отдам топор. Го, ты мне дашь заскринить топор. А я тебе кирку. Давай. Ты... Ты первый. Топор вперед. Чел реально думает, что... Так, топор вперед. На, на, на. Забирай топор. Не уступаю. Я отдал. Опа. Сюда этот меч подсосали. Так, давай тебе дадим. Типа, мы же не вор, якобы, да? Давай. Давай. Ты первый. Так, давай. Ты первый. Эй, давай. Ты первый. Давай, ты первый. Давай, давай. Что ты дал? Топор. Ха-ха-ха. Чел. Ха-ха. Да дай ты уже свою кирку. Дай, 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 дай. На базу кирку. На базу кирку. Давай, дропай. Ну, ты, ну, 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 ты не зритый топор. Ты первый. Я боюсь. Сейчас он пишет. Я тоже боюсь. Ха-ха-ха. Это я боюсь. Ха-ха. Пошли за мной. Давайте попробуем как-нибудь. Опа, здорово. Кто тут бегает? Рейм. Так, стой, стой, стой. Дрим, 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 дрим. Дрим, дрим, дрим. Дрим. Идем. Так, вроде бы дрим идет за нами. Сейчас аккуратненько как-то нужно его телепортировать на пвп арену. Ээээк. Дрим. Растет пока. Так, Рамиль попросил пшеничку. Вот, давайте дадим ему пшеницу. Мы же хорошие люди, да? Как раз будем зарабатывать репутацию. Дай бумагу. на надо 24 вот теперь ты дружище можешь курить бамбук давай иди сюда dream давай-давай-давай опа-опа так а ну-ка ребятки опа сюда выход с пвп арены так дать вам надеть броню и за кто-то телепрессируется или нет а ну-ка давайте подождем три секунды трак раим отлично иди сюда бро сори но это шедевратик это шедевратик сюда это дроп теперь раим не будет бить ладно бро забирай ресурсы я напишу случайно пласти так на забирай 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 ресурсы бро мы же с тобой друзья давайте мы еще вот подарим топорик такой такой подарим топорик вот на забирай в забирай 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 все брата спасибо 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 мы квиты бро мы квиты так положим весь ненужные ресурсы к нам сундучок так на заритый топор на проклятие утраты это конечно хорошо но блин почему такой говняно топор выпал так осталось ждать 17 минут а какое дерево вырастет мы уже узнаем следующей серии всем спасибо громче за просмотр с вами был я флайер надеюсь то что вам серия понравилась вообще такой типа сюжет вообще такое все анархия вау вау если что-либо то я играл на проекте mindcubus а и пишка будет в описании игра вместе со мной создавай базы клан и быть будь самым крутым всем огромное спасибо за просмотр подписывайся ставь лайки всем удачи и всем пока до новых встреч пока 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 пока